В сегодняшнем выпуске место встречи Иерусалим. Впервые за последние 60 лет в Иудейской пустыне обнаружены фрагменты библейского свитка, выборы в Израиле, 39 партий и главный вопрос для израильтян – голосовать за или против Беньямина Нетаньяху, а также спасение из-под завала в Бейруте. Все это и многое другое в сегодняшнем выпуске место встречи Иерусалим. Приветствую вас в сегодняшнем выпуске место встречи Иерусалим. Я Крис Митчелл. Управление древности Израиля обнаружило новые артефакты и фрагменты библейских текстов двухтысячелетней давности. Это самые крупные находки после обнаруженных в 1948 году свитков Мертвого моря, некоторым из них более 10 тысяч лет. В 2017 году израильские археологи начали исследовать ущелья и пещеры Иудейской пустыни. Управление древности Израиля разработало проект по защите бесценных артефактов от грабителей, рассчитанный на 4 года. Археологи спустились в одну из главных пещер более чем на 60 метров. Здесь группа копала и просеивала почву, не тронутую на протяжении почти двух тысячелетий. В результате были обнаружены библейские сокровища, среди которых фрагменты свитков возрастом в две тысячи лет. Затем они совершили опасный подъем по скалам, чтобы доставить сокровища в израильский музей. Это великий день, когда мы можем показать результаты последних четырех лет работы в пустыне. Это была большая работа, но, как видите, мы нашли много крупных артефактов, которые принадлежат государству Израиль. Пожалуй, самые важные из находок — это свитки из книг Захарии и Наума. Это первые библейские свитки, найденные в Иудейской пустыне за последние 60 лет. Евреи, убегавшие от римлян в 70-м году нашей эры, принесли этот свиток с собой в пещеру. Они брали с собой лишь самое важное и необходимое для выживания. И это одна из тех вещей, которые они взяли. Это свидетельствует о том, насколько сильна была их вера. Можно представить, как, читая слова пророков, они находили утешение в те смутные времена. В найденном фрагменте свитка из книги Захарии говорится, вот что вам следует делать. Говорите друг другу правду. Судите в своих судах истинным судом, тем, который приносит мир. Не замышляйте зла против своего ближнего и не любите клясться ложно. Все это я ненавижу, возвещает Господь. А еще поразительно, что мы нашли именно эти стихи. Я вижу в них своего рода послания, выходящие за пределы времени. Кроме того, археологи обнаружили останки ребенка, которым около 6 тысяч лет, и неповрежденную корзину, которую отправили на углеродный анализ. Получив результаты, мы были поражены. Ей 10 тысяч 500 лет. Она уникальна. Это единственная в Израиле и, возможно, в мире находка такой давности, сохранившаяся в таком отличном состоянии. Находки помогают глубже изучить историю еврейского народа. На этих монетах времен восстания Бар-Кохбы против римлян есть надписи, которые относятся ко временам царя Давида и царя Соломона. Монеты датируются периодом разрушения Иерусалима в 70-м году нашей эры. Это история еврейского народа. Беглецы и их свитки, которые мы нашли. Монеты, оружие повстанцев. Но это история не только евреев. Это история человечества. Археологи говорят, что в Иудейской пустыне им предстоит исследовать еще сотни пещер, которые наверняка хранят другие библейские свитки и исторические артефакты. Израильтяне приближаются к четвертым за неполные два года выборам. Десятки политических партий борются за влияние в правительстве. И хотя день выборов все ближе, перспектива так и не прояснилась. Согласно последним опросам, главными претендентами являются партия Ликут, премьер-министра Израиля Бенемина Нетаньяху и партия Эш-Адид Яира Лапида. Вы должны выбрать человека, ответственного за возрождение экономики Израиля. Кто это будет? Тот, кто уже преуспел, подняв экономику Израиля до лучших результатов в нашей истории? Или кто-то вроде Еира Лапида? Я думаю, что пришло время смены поколений в Израиле. Как я уже говорил, я готов, партия готова. У нас есть точный план, необходимые навыки и нужный опыт. Избиратели, уставшие от локдаунов, подорванные экономики и через чур частых выборов не могут спрогнозировать результат. Согласно опросу израильского телерадиоканала КАН, лидером остается Ликут с 30 местами. Следующим идет Эш-Адид, 21 место, а за ним идет Ямина с 12 и Новая Надежда с 11 местами в Кнессете. Еще семь партий, вероятно, войдут в Кнессет с меньшим количеством мест, включая партию белосиних министра обороны Бенни Ганса с четырьмя местами. Остальные партии не преодолеют необходимого порога. Кто же создаст коалицию? Впервые это не два соперника, которые идут с минимальным разрывом, как это было на предыдущих выборах с Бенни Гансом и Нетаньяху. Это четвертые выборы, и никто не может толком предсказать, каким, собственно, будет их исход. В парламентской системе Израиля граждане голосуют не за премьер-министра, а за партию. В Кнессете 120 мест и лидеру, чья партия получит наибольшее количество мест и которой, скорее всего, добьется успеха, предстоит создать коалицию. Бывший советник Нетаньяху Ави Бушинский считает, что на самом деле существуют только два лагеря. Мы можем назвать эти выборы за Биби или против Биби, да, Нетаньяху или нет, Нетаньяху. И в каком-то смысле вопрос даже не в том, что он делал или чего он не делал. Многие одобряют Нетаньяху за кампанию массовой вакцинации и за подписание мирных соглашений Авраама. И хотя 70% Кнессета составляют правые, многие из них выступают против него. Многие презирают Нетаньяху, не любят его по разным причинам. За то, что Нетаньяху занимает свой пост очень много лет. Как они говорят, уже слишком много. И это не учитывая обвинения в коррупции. Посетители Иерусалимского рынка расходятся в предпочтениях. Я за Ликут. Я знаю Биби с тех пор, когда он был послом в Организации Объединенных Наций. Я тогда жил в Нью-Йорке. И я по-прежнему за Ликут. Это сильно навредило религиозным партиям. Я всегда выбирала Биби. Все эти годы. Но на этот раз я не буду за него голосовать. Однозначно. У нас прекрасный премьер-министр. Я считаю, что пора меняться. Этой стране нужны перемены. По словам Бушинского, более 40% тех, кто намерен голосовать, еще не определились. Я думаю, что когда суть вопроса заключается не в идеологии, люди теряются в выборе. Ознакомившись с различными мнениями и позициями, я остановился на партии Яира Лапида Эшатид. Я не уверен, что поддерживаю их во всем, но чувствую сейчас, это лучший вариант. Я искренне надеюсь, что после этих выборов все изменится. Хотя должна сказать, что я сама иду на выборы, совершенно не зная, за кого буду голосовать. Если же все усилия окажутся тщетными, израильтян ждут пятые выборы в этом или в следующем году. Далее в программе. Удивительное спасение после взрыва, разрушившего в прошлом году целый город. Это стало одним из самых трагических событий в истории Ливана. Большой взрыв в городском порту превратил центр города в руины, оставив две сотни убитыми и тысячи раненых. В тот день пастор местной церкви, следуя Божьему откровению, спас много жизней. Венди Гриффит расскажет подробности о том, как репортаж CBN помог отстроить разрушенные стены. Приветствую вас именем Господа Иисуса Христа. Пастор Сейд Дип из церкви в Бейруте рассказал нам о том, какие странные чувства он переживал накануне взрыва. Я был взволнован без очевидной причины. Я чувствовал себя очень некомфортно. Я даже не знал, как это объяснить. Я чувствовал, что должно произойти что-то ужасное. Это беспокойство побудило пастора Диба отпустить 34 работника домой и отменить библейские занятия для более чем 200 детей. Выглядело так, как будто меня кто-то подгонял. Я в торопях попросил всех разойтись по домам, выключил все компьютеры и настоял, чтобы все покинули центр. Мне возражали, мол, мы тут готовим еду для беженцев и неимущих. Но я приказал отменить все мероприятия и оставить еду в холодильнике. Они подумали, что я не в себе. Но они не понимали. Не понимал того и я. Это было предупреждение от Святого Духа. Затем 4 августа в начале 7 вечером случилось невообразимое. Внезапно взлетели на воздух большие запасы селитры, хранившиеся в Бейрутском порту, детонировавшие в результате ремонтных работ. Взрывной волной были разрушены дома, дороги, разбитые стекла в густонаселенном городе. Погибли более 200 человек. Около 7 тысяч были ранены. 300 тысяч остались без крова. Я думал, что это все, что пришел конец. Но у Бога был другой замысел. Расположенная всего в полутора километрах от центра взрыва церковь «Центр жизни», где Дип служит пастором, претерпела большие разрушения. Все, что было мною построено за 12 лет, было разрушено. Потолок полностью валялся на полу. Все лампы, все картины, все двери, их вырвало с петель, повсюду осколки стекла. Это было ужасно. Я просто плакал и плакал и плакал. Жители Бейрута были в подавленном состоянии. Была нужда в предметах первой необходимости. Не было ни еды, ни воды, ни жилья. И церковь «Центр жизни» помогала пострадавшим, чем только могла. Пастор Дип считает, что в этот трудный час произошло другое чудо. Он дал интервью новостям Сибиен и рассказал о том, что по Божьему вдохновению убедил всех идти домой. Это интервью посмотрели по всему миру и помощь начала приходить. Слава Богу, мы смогли возродить наш центр, вернуть ему прежний вид и даже улучшить его. Мы расплатились с долгами, это бремя больше не висит над нами. Более того, мы смогли обеспечить 800 семей продуктами. Наиболее пострадавшие семьи получают ежемесячно продуктовые наборы, начиная с первого дня трагедии. Мы начали обеспечивать людей едой, имея совсем мало денег. И Бог не прекращает нас щедро благословлять. По словам пастора Дипа, обстановка в Бейруте остается подавленной. Часть города до сих пор лежит в руинах, а у людей на сердце легли камни безысходности. Все хотят покинуть страну. Некоторые пытаются уплыть на лодках. Каждый день люди погибают в таких путешествиях. Пожалуйста, молитесь обо всех окружающих, чтобы им обрести надежду и силы, особенно лидерам. Дип уверен, что несмотря на ужас смертоносного взрыва, Бог взращивает на этих руинах добрые плоды. Я вижу, что люди стали стремиться ко Христу. Такого не было никогда раньше. Многие священники укрепляются в вере. Многие священники получают крещение Духом Святым, со знамениями и чудесами. Это время пробуждения для Ливана. Дип благодарен людям по всему миру, которые, увидев его историю, откликнулись помочь в его нужде. Я вам очень признателен. Благодаря Сибиэн, люди со всего мира узнали о нашей нужде и из многих стран начали приходить разные суммы, большие и маленькие. Слава Богу! Впервые я увидел, как тело Христово сплотилось для помощи церкви и людям, которые пострадали от этого взрыва. У Бога много еще благословений для Ливана. В Библии так много обетований. Совсем скоро Ливан станет плодородным полем. В тот день глухие услышат слова свитка и прозреют из мрака и тьмы глаза слепых. Это Али Ваня, представляете? Венди Гриффит, новости Сибиэн. Далее в программе. Познакомьтесь с одним из чудес света. Мертвое море. Что ему угрожает? Ранее в нашей программе мы знакомили вас с удивительными открытиями на местах раскопок свитков Мертвого моря, происшедшими впервые за полвека. Посмотрите теперь репортаж о самом Мертвом море. Мы делали его несколько лет назад и хотели показать, что Мертвое море Это чудо природы, дающее жизнь, и это уникальное сокровище само оказалось под угрозой высыхания. Солнце восходит над Мертвым морем. Природа в этом библейском краю, хранящем природное богатство, в полном покое. Море заполняет географический разлом, пролегающий между Израилем и Иорданией, наполняемый рекой Иордан и мелкими ручьями. Оно является одним из самых соленых озер на планете, настолько, что в нем не водится рыба. Оно признано одними из семи чудес света. Здесь вода, грязь и воздух имеют целебные свойства. Но все это может исчезнуть. Уровень воды в Мертвом море падает со скоростью полтора-два метра в год. На месте этих синих стульев была кромка воды всего четыре года назад. Это означает, что самая низкая точка планеты опускается еще ниже. Причина проблемы понятна. С одной стороны, постоянное испарение воды, ведь площадь моря очень велика. С другой стороны, пресная вода по всему течению Иордана берется для полива, чтобы выращивать сельскохозяйственную продукцию для нужд людей. Это истощает Мертвое море, меняет природный баланс. Профессор еврейского университета Авнер-1 утверждает, что еще есть шанс спасти море. Чтобы спасти Мертвое море, нужно в Мертвое море просто добавить воды. По мнению ученого, тут нужен комплексный подход к проблеме. С одной стороны, нужно просто позволить рекам беспрепятственно течь в море. Ограничить водозабор из Иордана и других рек, позволить, чтобы проблема решалась природным путем. Другой подход рукотворный подразумевает постройку канала между Красным и Мертвым морем. Израиль и Иордания подписали соглашение о канале двух морей. Этот проект стоимостью миллиард долларов включает в себя постройку канала длиной 225 километров от Красного моря до Мертвого опреснительного завода, чтобы обеспечить пресной водой Иорданию, а остальную воду пустить в Мертвое море. Наряду с этим можно вместо забора воды из Галилейского моря и пресных ручьев частично использовать опресненную воду из Средиземного моря для сельскохозяйственных нужд и питья. Один жалуется, что не так просто убедить власти вкладывать деньги в спасение моря. Поэтому и бьют тревогу активисты Яков Бен Закен и Ноам Бедеин. Я хочу, чтобы Мертвое море возродилось. Бен Закен живет в прибрежном Кибуце. Он единственный водит лодочные туры по Мертвому морю. Я это делаю, чтобы показать красоту Мертвого моря. Привлечь внимание ко всему, что тут происходит. К исчезновению Мертвого моря и к тому, как его можно спасти. И такой подход сработал. Около года назад в таком туре побывал фото-журналист Бедеин. Меня, как израильтянина, это коснулось и вдохновило выступить в поддержку этого очаровательного, древнейшего места, упомянутого в Библии. Эти соляные столбы, похожие на печные трубы, выглядят завораживающе, но их появление – сигнал тревоги. Фотографии Бедеина показывают, насколько упал уровень воды всего за один год. Я как никогда подробно документировал это уникальное место, проводя исследования через определенные промежутки времени, документируя сказочную красоту этого уголка для того, чтобы показать это уникальное место грядущему поколению, а также продемонстрировать те радикальные изменения, которые оно претерпело. Падение уровня воды послужило причиной образования карстовых провалов вдоль всего побережья. В результате пляжи закрылись, а близлежащие дороги повреждены. Мёртвое море является популярным местом туристического отдыха. Оно настолько солёное, что не позволяет телу полностью погрузиться, держа его на поверхности. И к тому же в Библии молодой Давид скрывался в пещерах недалеко от Эйн-Гиди. Светки Мёртвого моря были найдены в Кумранских пещерах. Это самые древние библейские манускрипты. Мёртвое море несёт в себе жизнь. Вода из Мёртвого моря имеет особенные целебные свойства для кожи и помогает при других заболеваниях. Из полезных ископаемых тут добывают потаж – основной элемент для производства удобрений, используемых в сельском хозяйстве. По словам Одина, Мёртвое море подобно драгоценному камню, который нужно бережно хранить. Джулис Сталл, Новости Сибиен, Мёртвое море. Далее в программе. Это масштабное видение, которое стало возможным только благодаря щедрой поддержке таких людей, как вы. Звоните нам по телефону 1-800-707-000 или посетите наш сайт cbn.com. Ваши пожертвования помогут пролить свет истины об Израиле по всему миру. Израиль ослабляет эпидемические ограничения после третьего локдауна. Люди, пережившие Холокост, оказались самыми уязвимыми в этот период карантинов. Посмотрите репортаж, как сотрудники Сибиен-Израиль предоставляют им помощь. Лиза пережила Холокост и теперь живёт в Израиле. Карантин, постоянная тревога и вынужденная изоляция всколыхнули в ней болезненные воспоминания о жизни в гетто на территории современной Украины. Мне было всего семь, когда нацисты закрыли нас в гетто. Питание было очень скудным. Мы просыпались утром, не зная, перепадёт ли нам хоть какая-то еда за целый день. А вечером мы провожали взглядом телеги с телами людей, умерших от голода. Постоянный голод, пережитый ещё ребёнком в гетто, оставил психологическую травму, которую она ощущает и по сей день. Чувство голода крепко засело в моей душе. Это частая проблема среди людей, переживших Холокост. А вынужденная изоляция и страх перед новым вирусом очень её обострили. Из-за преклонного возраста и риска заболеть, Лиза не может как раньше пойти в магазин за продуктами. Поэтому работники Сибиэн Израиль навещают её и обеспечивают продуктами, соблюдая все необходимые меры предосторожности. Это так здорово, что вы заботитесь обо мне. Благодаря партнёрам Сибиэн Израиль, Лиза и другие выжившие в Холокосте по всей стране могут быть уверены, что будут обеспечены продуктами питания, что о них позаботятся в тяжёлое время кризиса. Я очень благодарна за вашу поддержку. Это дорогого стоит знать, что вы о нас помните. Пусть Бог благословит и хранит вас. Когда люди приходят молиться к стене плача, многие записывают свои просьбы и оставляют их тут же между камнями. Из-за запрета на поездки и карантин, большинство молитв и просьб пришли по почте и были принесены к стене фондом наследия Западной Стены. Перед праздником Песах работники собирают все эти молитвы. Сами записки считаются святыми, потому что в них молитвы к Богу, их закапывают неподалёку на Элеонской горе. Мы делаем это дважды в течение года. Перед праздниками, чтобы приготовить стену плача для посетителей, которые приедут на праздник. Можно сказать, что в этом году мы пережили просто бум писем, пришедших через сайт Стены плача. Их более 70 тысяч со всех уголков мира. Мы надеемся, что в следующем году люди смогут приехать и самостоятельно оставить записки у Стены плача. На этом наша программа «Место встречи Иерусалим» подошла к концу. Спасибо, что были с нами. Вы можете следить за нашими новостями через Facebook, Twitter, Instagram и YouTube. Доступ к программам CBN также открыт через приложения CBN News и другие приложения CBN. Непременно подпишитесь на нашу e-mail рассылку, и вы сможете получать самую актуальную информацию о наших программах. Я Крис Митчелл. До встречи в следующем выпуске программы «Место встречи Иерусалим». Программа переведена и дублирована по заказу IRR TV и Bible Media организацией Weekend. «Место встречи Иерусалим» — это новостное обозрение важнейших событий за последние дни в Израиле, Иерусалиме и на Ближнем Востоке, в котором раскрывается суть происходящих событий, привносится библейская и пророческая перспектива и аналитика. Все последние выпуски вы можете посмотреть на YouTube-канале «Путеводитель ТВ», а также познакомиться с важнейшими достопримечательностями Святой Земли.